МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Краснодаре режиссера, заслуженного артиста России Владимира Рагульченко. На сцене разворачивается история четырех девушек. Их жизнь омрачена ожиданием близкого человека. И вот, когда он, наконец, появляется, то становится причиной отнюдь несчастья. Чем закончится история? Можно увидеть 7 февраля в Театре любителей театра Шардам. Звезды мирового рока приедут в Краснодар. Во Дворце культуры железнодорожников пройдет зажигательный концерт победителя престижной британской премии Пола Янга и Дэвида Нопфлера. На сцене им составит компанию основатель прославленной группы Назре Дэн Маккаферси. Яркая манера исполнения и выдающаяся музыка не дадут скучать зрителям. Сопровождать концерт будет итальянский симфонический оркестр под управлением Луиджи Сфераци. Насладиться качественной музыкой можно 1 марта на сцене ДК ШД. Творчество этого коллектива обретает все большую популярность. В Краснодаре выступит группа «Та сторона». Авторы саундтреков в сериалу «Молодежка» представят новый альбом. В своих композициях группа сочетает легкую мелодию с лирическими текстами. Философское название коллектива отражает основные идеи песен. Исполнители рассказывают о разных сторонах жизни просто и душевно. Услышать композиции в исполнении группы «Та сторона» можно 6 февраля. Кинопремьеры на этой неделе порадуют жизнеутверждающими картинами. Фильм «Танцующий в пустыне» основан на реальных событиях. Это история о талантливом иранском танцовщике Овшине Гафариане. Юноша боролся за возможность самовыражения. В его стране танец был под запретом. Но это не остановило смелого хореографа. Он нашел команду единомышленников и отправился за свободой в пустыню. Танцем может стать все, что угодно. Кулак, поднятый во имя своих мечтей. Но разница появится лишь тогда, когда ты обретешь свой язык дела. А это уже история о том, как вечный город пробуждает дремлющие в человеке чувства. Главная героиня фильма «Римские свидания» в исполнении Сары Джессики Паркер отправляется в Италию вместе с дочерью. В стране грез она надеется найти общий язык со взрослеющим ребенком. Кого она встречает в городе мечты и как меняются ее взгляды на жизнь, увидим в кино. А вот детям в дни празднования освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков новый театр «Кукол» предлагает послушать голос старого патефона. Так называется спектакль, в котором показана жизнь простых людей, совершивших подвиг в роковые сороковые годы. Подлинные письма с фронта, песни и стихи военных лет. На сцене оживает история героического народа. Пережить сильные эмоции вместе с артистами можно с 10 по 12 февраля в новом театре «Кукол». А вот и приятная новость. Телеканал «Кубань-24» проводит конкурс «Угадай и выиграй». Победители смогут увидеть самый лучший французский роман 18 века. Спектакль «Территория страсти» поставил известный актер Александр Балуев. Это его дебют в качестве режиссера. Опасные связи он преподносит зрителям в оригинальной форме. Герои то говорят великосветским языком, то переходят на простой, современный. Музыку для этой постановки написал исполнитель роли шевалье Глеб Матвичук. Оперные композиции сменяются роком и даже танцевальными мотивами. За нее снова где-то кто-то прольет чудо-кроп. Интересно? Тогда внимательно смотрите наши утренние эфиры. Подробности конкурса вы также можете узнать на сайте kuban24.tv. Такими культурными событиями будет наполнена эта неделя. Живите насыщенной жизнью и выбирайте самое интересное вместе с каналом «Кубань-24». С вами была Екатерина Славянская. До встречи!